Сочинцы, встречающие поток воды, идущие с гор после проливного дождя на крышах домов, затопленный аэропорт в Адлере, автомобильные пробки и отсутствие возможности передвигаться по транспортным магистралям, снимки затопленного Краснодара, по улицам которого передвигаются на лодках и скутерах, Кондратьев показал и прокомментировал фотографии с праведливым замечанием. Эта ситуация, поверьте, не первый раз в крае повторяется, и из года в год повторяется, и месяц, июнь у нас непростой, но вот, что однозначно повторяется, ну и должно повторяться, эта ситуация, вот этими явлениями, которые называют, не работает ливнев, да, ливнев, ливнев, аэропорт-инкранализация, не работает ливнев, не работают стоки, не работают еще какие-то вещи. Но почему они системно-то, они не работают? Я понимаю, природную погоду мы не можем каким-то образом скорректировать, но это-то мы скорректировать можем, это же в наших руках. Он подчеркнул, что мы всегда гордимся слаженными действиями МЧС, но мало что делаем для того, чтобы подобных ситуаций не возникало. Руководитель края сменил планы своей работы на 26 июня, желая лично побывать в районах, где бушевала стихия, предупредив всех руководителей городов и районов о плановом сбросе воды из Кубанского водохранилища, намеченного на 27 июня. В свои предположения о причинах подобной ситуации в Анапе в октябре 2014 года глава города попросил высказать Игоря Филимонова, который заметил, что во времена использования склонов Субсеха как территории сельскохозяйственного назначения был другим и водосток. Террасы шли в склоны на море, то есть вода, которая на Субсехском водосборе собиралась, она не доходила, фактически земли возделывались, и не доходила она до города. В связи с тем, что началась застройка, появились улицы, параллельные Субсехскому шоссе, то появились прямые стоки на город. В городе перехватывающих систем ливневых нет. Те, которые есть, сейчас как раз один из вопросов, вот я как раз проезжал тоже по многим местам, смотрел, когда ремонтировались дороги, восстанавливалось асфальтное покрытие, получилось так, что ливневые люки стали выше, чем сейчас дорожное полотно. Плюс район Красной площади был сухим озером. То есть это низина сегодня, она и была низиной, и там скапливалось большое количество воды, которое в город не шло. Сегодня проходной двор, все заасфальтировано, застроено, и поэтому вода потоком направляется в город. Глава города потребовал службы спасения быть особенно внимательными к местам первостепенного риска подтопления. Это суко. Это, на мой взгляд, это в первую очередь там, где мы можем получить серьезные последствия после исхода воды из города. То есть сейчас, Владимир Владимирович, определяем опять же, возвращаемся к этим улицам. Мы должны четко знать, сколько у нас людей там находится, потому что сегодня там есть еще и отдыхающие, так? Куда мы их эвакуируем? Начальник управления гражданской обороны и защиты населения дал четкие пояснения, какие санатории, лагеря, отдыха готовы принять людей в СУКО и в других местах, где может возникнуть риск подтопления.